всем привет с вами яван грешник и мы начинаем сегодня с тобой смотреть дэйр или что-то типа воде сурвайл мне написал об этой игре подписчик он сказал посмотри как бы вот я смотрю я скачал вот только что прям при тебе запустил даже настройки звука ничего не заходил не смотрел ни а не бы ни кукареку посмотрим что к чему загрузилась вышла вот это вот менюшка одиночный или онлайн я вообще без понятия что там с онлайном давайте попробуем сначала хотя бы одиночную игру потом уже если понравится в онлайн полезем не знаю без понятия я так по я вообще помню раньше реклам по моему этой игры было если не ошибаюсь это должна быть какая-то стратегия ну или чего-то типа того глянем сейчас давайте начинаем одиночный учитывая то как зависла а очнулся посреди пустой улицы все тело болит и опять нет настройки звука гениально подняться где я кто я не могу вспомнить я надеюсь звук сейчас меня перехлёбывать не будет голова раскалывается что происходит мне нравится подачу уже могу сказать осмотреться гаражи впереди может посмотреть там ну поехали а им понял стоит поискать что-нибудь полезное например настройки до окей поиск искать на подобрать все нужно найти еду и место для ночлега заглянув дом напротив солнце уже зашло а в темноте ничего не найду нужно сделать факел окей так то лучше с факелом светлее и не так страшно теперь я смогу продолжить поиски окей искать спички тушенка и бутылочки крысы здоровенные злющие крысы наверное пришли на шум придется отбиваться начать бой нападение так надо взять нож и ударить крысу как это странно выглядит блять в следующий раз придется стрелять руки но это какая-то тактическая игра получается да что типа того ну не знаю давайте тоже пистолет а конец хода а ну понятно пока прикопок покончить с этим врагом мерзкие твари оставаться здесь слишком опасно нужно забирать вещи и уходить подобрать все лучше уйти из города в лесу можно рубить дров и разжечь костер а можно мне дать настройки доступ нет вообще блять нельзя да да спасибо блять спасибо добыча собрать костер 30 минут похоже здесь безопасно но я едва держусь на ногах нужно поесть и ложиться спать крафтинг наверное сейчас забудку ну да чистая вода спать окей спать на земле было жестко но костер давал тепло и до утра меня никто не побеспокоил утром я продолжил свой путь через лес и спустя несколько часов вышел к небольшому городу то есть нам вообще не рассказали что происходит да а можно настройки спасибо а блять нельзя еще так смотреть на карте ебать да ну да приколдесы а настройки можно мне пожалуйста как-нибудь открыть нет так не туда идешь никуда не иди нас настройки почта снаряга испытаю удачу чего блять да заебало ну ты прикинь опять игра в которую нет настроек звука я нашел меню я нашел меню она открывается не через вот эти вот все кнопки а через выход через выход в меню в трайка ну там неважно короче суть вот такая там отдельно на настройки звука там стрельба не стрельба их нету ползунков опять нету просто врубаешь или включаешь я заебался уже с этими настройками звука в играх честное слово как заебало ну почему только в грим соусе это делают в мобильных играх что блять случилось с мобильным геймингом что они просто не могут добавить в игру блять регулировку звука почему это блять так сложно что сложного добавить регулировку звука в игру блять нахуя вы делаете игру если вы не добавляете в нее руку регулировку звука зачем зачем я не понимаю какая дичь но ладно я вырубил музыку чтобы меня хотя уже блять бесит просто фоном я можно себе вот так потише сделаю я неважно у вас что будет там играть и будет ли меня вообще слышно уже похер я просто буду для вот понимаешь чем прикол мне придется двумя разными дорожками это записывать ты не представляешь что такое запись двумя разными разными дорожками это получается видеофайл я записываю без звука а например на через другой софт я записываю свой голос на android устройстве это сделано так нет в программе такой фишки что вот запись в две дорожки встроенной программе такого нет как бы вот так придется как-то так и мучиться прикалываться что-то такое делать если меня вообще блять будет не слышно сейчас я кстати гляну наверное пока паузу поставлю слышно не слышно заодно и попробую может быть вот так и записать посмотрим короче говоря смотрите такая фишка на сейчас попробуем сделать вот так не знаю что из этого выйдет музыку пока врубать не буду на всякий случай сейчас я записываю в две дорожки одна на диктофон блять получился это мой голос а вторая это видос отдельно если так получится то хорошо ладно хрен с ним пусть будет вот так если так не получится то насрать его блять пусть будет с прерываниями если так получится тогда мы будем в принципе нормально регулироваться самостоятельно звук но единственный момент минус в этой ситуации это то что как итог мне придется ебаться с редактированием вдобавок на каждый блять видос это нежелательно но ситуация как бы по существу дело вот такая в поисках истины задание добавлено далее что далее что далее что далее что делать то мы пошли пошли на кратер посмотрим что за кратер кратер до искать но какую-то хрень я нашел хорошо ничего не осталось но пошли тогда вот в этот заброшенный маленький сарайчик о матрика лекарства какие то есть прикольно записка на прилавке аптеки товарищи заполярницы что блять а ну да заполярнинцы на постановлению горисполку блять это бесконечное лето номер два поход горисполком и все поставки медикаментов направлены для обеспечения нужд госпиталя развернутого в школе выдачи лекарств производится по талонам для получения талонов обращайтесь к заведующему аптекой ну подобрать все хорошо но пока ходим бродим что-то ищем непонятно кто наш герой что он хочет что он делает здесь можно найду бери каша какая-то он есть консервах изолента сишки это вон бутылка с водой новый совет давай больше локации большие локации разделены на несколько частей кабинеты библиотеки спортзала и столовая каждую часть нужно обыскать отдельно а как мне это понять а вот про этот дом что ли да без проблем поехали школа спортзал обыскать ну типа пока играется график эвакуации поезд 4 заполярный мурманск в 7 утра 29 сентября 84 года поиск 5 заполярный поезд 5 заполярный из заполярного в мурманск в 7 утра 1 октября 84 года поезд 6 заполярный в мурманск в 10 утра 2 октября 8 а зачем я это читаю списки на по поездам будут да все понятно зачем мне эта информация зачем зачем мне эта информация скажите мне пожалуйста так подобрать все вот классно звук стройки в этом как он называется на фоне вот это здорово так попить надо подожди инвентарь пить что бля а ну да еще попей как кашу-какашу давай сидим так подожди я он что-то похолоде они нормально сюда все хорошо это что такое пистолет закрепить что значит закрепить при нажатии на бросить все закреплены вещи не выбрасываются они не на отмена отмена это что такое разобрать выкинуть не надо ничего выкидывать на закрой закрой пока поищи библиотеку так все короче библиотека я могу то ли взломать этим за 20 энергии то ли топором за 30 а подожди я могу скрафтить что пор или четко да могу скрафтить хорошо давай сделаем кремниевый топор отлично давай 30 энергии ладно открыли какой-то дом искать факель я так понимаю повышает 5 процентов к шансу что-то найти правильно наверное так так что дальше школа кабинеты но опять давай здесь энергии искать карты и сишки ткань и еще чё-то подобрать все а чё ты не можешь верстак а разломать могу разломать дрова давай ломаем тогда подобрать все хорошо поиски поиски так я могу ломом но у меня лоба нет а бесплатно я за видос смотреть конечно же не буду давай поспим но типа плюс двадцать семь ебать подожди а вот сколько мне надо чтобы по здоровью я улетать начну а почему а вот так я а почему я по здоровью улетаю плюс четыре плюс два два вот так поспим потому что типа еда и вода уходит минус ну ладно окей не ну сделано пока интересно хер знает что будет дальше так еда кофеек это а то макароны варить серьёзно серьезно давай хорошо пока сидим вот это вот это съесть покажет пить 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 съесть ну все сытый хороший нормально поехали ну ищи какая-то книжка поварная судя по всему да или что что это такое кулинарная да нет энергии пока тратить не буду пусть пока просто подберет графика кстати высокая стоит как я понял по дефолту ну выглядит ничего так типа нормально прям прям недурно и что дальше так подожди дорога что я могу сделать дорогой ничего не осталось а я могу обыскивать дорогу ну давай посмотрим что вот это за руины какие-то руины написано просто подберем под а какой-то скелет я мог найти но не нашел груда обломков обыскать ну подбери металлолом что-то еще еще опять то есть я с некоторым шансом могу найти тело правильно он нашел и что дает это мне обыскать скелет рыба могу съесть плюс 30 воды наверно и уж приготовить нет вряд ли есть сурую хорошая идея вам не кажется так я могу идти куда-то дальше хорошо поехали вот то есть по сути я путешествую правильно получается так подожди давай тогда скрафтим костер себе опять на рожек костра ну предположим за 30 минут спичками рожек костра инвентарь теперь на костер я мог бля чё ты сделал как мне здесь можно найти зачем подожди мне надо как-то скрафтить и и да мне надо еда сделать закрепить выкинуть съесть варить варить макарошки да да макарошки плюс 7 энергии даст еще и еду восполнит прекрасно энергия это уголь видимо от отравления так это мы осуждаем минус здоровье но плюс 10 энергии поэтому пусть покурить вместо того чтобы поспать вот так вот так чуть-чуть нормас в целом нормас ладно ничего страшного осуждаю конечно но окей так спички рыбка рыбку готовить нельзя да можно кстати посварить сгущеночку я общение не этот как бы не против но наверное лучше пока не стоит кстати визуально сделано красиво давайте потушим костер и заберем уголь да обратно все поехали так это что перегруз переносимый вес выше 100 процентов перемещение замедлено в три раза и да вода энергия топлива и прочность транспорта расходуется в три раза больше опа прикол десы хочу выкидывать ну тогда придется читать вот и энергия вся улетит блин а чё делать можно выгодно продать скупчиков поселениях хорошо а что я могу скрафтить чтобы облегчить веса сколько вообще блять времени прошло по таймеру может быть уже сидим 400 минут играем подожди а нормас пока окей так но я могу сделать кремниевый нож я его сделаю потому что наш сейчас сломается да пусть будет я могу делать себе хилки какие-то да что это такое а вот что я могу год все я понял все спасибо все игра сама объяснила оружие да 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 так битьки я могу делать битьки давайте сделаем почему нет это что такое кастрюля костер а зачем а то есть обеззараживать 3 ой смотри а тут очень логично все сделано подожди крафт костер разжечь за один час охереть а теперь мы идем в крафт опять крафт опять бинты ебать и делаем себе короче кучу ну давайте я сразу бинты стерильные полностью себе сделаю насколько хватит его и ляжем спать пусть энергию установит не прикольно сделано реалистично типа он варит варит тряпки чтобы они обеззаразить обеззаражились скорее всего как то так теперь спать 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 чтобы сильно здоровью не навредить вот так как-то хп сама не поднимается да то есть мне все равно придется тратить на это бит тогда понятно если это так то тогда в целом понятно вот с водой сейчас будет проблема пить пить еда ладно сейчас подожди приготовим как я пока так почему не могу готовить а вот варить варить так сварили сгущенки себе хороший отлично 60 еды пусть будет воды нет надо готовить воду нам короче так теперь мы убираем вот это как это убрать как это убрать подожди вот костер потушить забрать все обратно уголь забираем и идем дальше хорошо на путях я нашел дрезину древнюю как сама дорога но несмотря на ее вид когда я поражал рычаг она плавно сдвинулась с места на ней до мурманская доберусь точно быстрее чем на своих двоих а то есть нам надо в мурманск сейчас понятно тогда теперь на ну знаешь конечно прекрасно наверное добраться до мурманская на своих двоих но если это реальность и он находится какой-то пост апокалиптической обстановке правильно если он находится в пост апокалиптической обстановке и чисто теоретически здесь еще есть люди раз он выживший я не думаю что он один выживший то тогда лучше наверное не ехать на этой штуке потому что это все таки железнодорожные пути а чисто теоретически могут быть какие-то бандосы на железнодорожных путях они могут ждать но это самое логичное типа ждать на железной дороге мы можем попробовать но а стоит ли оно того я думаю не стоит давайте уйдем лучше от этого давайте лучше пишу пешочком можно же так пешочком правильно или или мне обязательно да не смотри она мне прямо обязательно говорит иди типа нападение вы заметили врага автобой крысом давайте атакуем попробуем так выбранное оружие начать вон давай начать бой с тем что выбрана находясь на этой клетке можно сбежать из боя а то есть я могу пойти то ли в болото то ли к змее то ли че к дереву а похер или чё а нахуя это сделал а это опасности которому от блять нахер я потратил пистолет на но ё-моё бля жалко тупо было ну ладно хорошо теперь мы в курсе что к чему я пистолет потратил тем что выстрелил им в пустоту получается почему я не могу подобрать предмет все конец так а здесь можно найти кстати ничего не интересно только пыль и пожухлая трава искать камень от которого можно отколоть пару кусков искать заброшенное картофельное поле искать подорожник необычный зеленый растение пузырь искать неопознанный ржавый металлом искать сухих веток искали за энергию то что любят делаю охотиться я заметил противника огромные крысы напасть атаковать начать бой закрыть так идем вот сюда подожди вот сюда идем не дотягиваясь поэтому конец хода так ну все я или чё я не могу дотянуться а нет могу подожди возможно такова цель почему так убери пистолет то я хочу идти а движение вот она так у меня есть один ход чтобы идти один чтобы атаковать правильно правильно но все победа завершить за подобрать сегодня я нажимаю не подбирает видимо инвентарь полный так ну пошли в город так дорога печенга какая-то печенга но нам вода нужна нам вода нужна по-любому поэтому надо смотреть что к чего от вода как раз стопроцентный шанс бля одна бутылка не есть хорошо зато мы подобрали какую-то чай кстати чай чай индийский чай тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай так берем все хорошо а это берется я не знаю в чем прикол а тут можно помереть с концами в этой игре вопрос типа есть онлайн наверное можно так не повезло да нормально ну воду я раздобыл уже попроще сейчас будет по-любому да да а блять грязная вода давайте бинтик наверное сидим туда ну да 10 10 хэпчиков надо бы восстановить еще 10 хэпчиков восстанови путь будет вот так он как-то безопаснее надежнее приятнее чувствует себя так а бля 30 энергии потратил надеюсь что то стоящее есть искать тушеночка он сто процентов падает падает сто процентов изолента подобрать все разломать обыскать ну хорошо подобрать все как раз энергию восстановим сейчас где сишки на сишки энергию где вот таблетки какие то есть давайте их выпьем типа будет энергия но пока интересно пока интересно пока она идет своим своей чередой что-то звучит пердит на фоне я могу музыку к следующей серии включить если нормально в этой серии будет со звуком подобрать все это обыскать пока интересно что здесь творится так папиросы тоже кратер какой-то ну может быть метеоритный дождь тут был не знаю так я нашел какую-то печку или чё-то какое-то разрушка разрушенная часть от печки да и что это до разрушенная печь но это видно как бы логично разобра а какие блять инструменты лом лома то я видел уже а инструменты где найти вопрос подожди так инструменты инструменты лом 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 кстати лома у меня нет а вот они а вот они открыть нужно 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 дам нужно много нужно много и что в кратере ну пока мы других живых не встречаем и видимо тут пока только крысы так нападение крыса автобой давай ну давай да пусть будет нож подобрать обыскать я не вижу смысла с легким противником драться самостоятельно кстати кастрюлька выпало смотри-ка открой да закроет и блять это я перегружен я не могу уйти чего ну давай бахнем кости о вода давай бахнем костерок наверное тогда а чё можно сделать то подожди старые монеты так я могу починить смотри-ка я могу починить а нет я могу разобрать не надо одна пуля осталась всего лишь у него одна пуля куча металлолома просто миллиард на 14 килограмм так разжечь на 14 килограмм металлолома у него это а я могу а я могу их разделывать ё-моё а чё ж мне раньше-то никто об этом не сказал о и вода и до восстанавливается вы чё вы чё ребята вы чё ну чёрт никто не сказал мне в этом так вода подожди кипятим фильтр для воды чего блять так подожди от чая тоже не могу да я молодец так подожди как это приготовить а я же как-то открывал так костер нет подожди не так как это делается то блять вот готовка вот это вот это нет подожди вот вот наверное один раз кастрюля до или кости костер или чё блять делать добавьте больше воды а добавьте базовый ингредиент блюда добавьте больше воды я понял тут типа составление своего рецепта как в этом как он называется и как же эта игра называет грим соул как время как в гриме получается потуши потом подобрать все теперь я могу идти да теперь я могу идти хорошо тут я вон машины вижу зеленым подсвечивается давайте глянем что такое так би слить топливом давай но мне кажется топлива я точно не унесу с собой так разобрать если бы были инструменты я бы мог взять какие-то детали хорошо ничего не осталось ну поехали то это что такое дорога а да да давайте разделаем я уже забыл что я сделал то это мясо зато запасы будут конечно он еле идиоты это не очень хорошо но придется идти вот сюда квестом показывает вот в эту вот область у меня видимо нет выбора мне придется выбрать именно подожди уйти на пять секунд у меня нет выбора она как по мне сама говорит да в мурманск типа иди вот так вот ну раз мне игра об этом говорить то придется делать а просто светится постоянно если бы она не светилась я бы сам пошел продолжить путь проехав под резине пару километров я увидел что у подножья насыпи течет ручей вокруг раскинулась полянка с густыми разно с густым разнотравьем у самой дороги а у самой воды виднелись кустики усыпанные земляникой настоящее заповедное место блять что-то как-то звучит не очень если честно пока все слишком хорошо набрать ягод из кустов поискать полезные травы какие блять полипой подожди проехав под резине пару километров я увидел что у подножья насыпи течет ручей вокруг раскинулась поляна с густым разнотравьем у самой воды виднелись кустики усыпанные земляникой настоящий заповедное а можно проигнорировать и проехать просто нет нельзя звучит не очень хорошо не знаю что-то как-то подозрительно ну явно в кусты идти не лучшая идея возможно лучше набрать ягод набрать ягод я наелся земляники до отвала и даже собрал немного с собой в дорогу но за это время солнце почти полностью скрылась за горизонтом скоро совсем стемнеет ягоды дает энергию надо ехать дальше наступила ночь земля скрылась за туманной дымкой а через пару километров и весь окружающий мир утонул в тумане я устал и меня клонила в сон остановиться и разбить лагерь или ехать дальше сквозь туман ну куда уж там дальше хотя это же железная дорога и в принципе разницы нет никакой можно ехать дальше сквозь туман но если его клонила в сон то наверное надо бы отдохнуть нет давайте остановимся и разобьем лагерь я остановил резину не очень-то хочется заснуть и свалиться на рельсы прямо на ходу развел костер прямо у подножья насыпи и приготовился ко сну спать утром туман все еще стоял стеной вокруг моего маленького лагеря но зато я хорошенько отдохнул и с новыми силами продолжил свой путь через пару часов из тумана вынырнули очертания небольшой станции с развилкой путей стрелка ведет дрезину в тупик а рычаг переключатель намертво заржавел надо найти способ его сдвинуть осмотреть станцию бетонная платформа и обветшала и здание на разбитых окнах висят остатки решеток а на запертой двери видны глубокие царапины от когтей скрыть дверь топором или лезть через окно подожди бетонная платформа и обветшала и здание на разбитых окнах висят остатки решеток она запертой двери видно глубокие царапины от костяную нахуй два лучше через окно я старался быть аккуратным но все-таки порезался решетку и порвал штанину ничего страшного восстановим полупустая масленько нашлась практически сразу вернувшись к рычагу я смазал механизм и переключил стрелку теперь можно ехать дальше или задержаться и продолжить обыск ну слушай там какие-то острые когти были ну его нахер наверное этот обыск поехали дальше туман отступил и болото сменилось лесом и чаще показалось еще одна узкоколейка параллельная в моего да параллель папара параллельно 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 моим путям проехав дальше я увидел поезд сошедший с рельс внимательно смотреть состав головной вагон уткнулся в землю у подножья насыпи товарные вагоны позади него превратились месиво из металла а несколько пассажирских вагонов остались стоять на путях обыскать головной вагон проверить товарные вагоны посмотреть в пассажирских вагонах так поджигала вагон уткнулся землю с подножья насыпи были наверно головной вагон от посмотреть он самый такой недоступный получается потому что доступный вагон и явно расчастили если тут кто-то был в головном вагоне было пусто но в кабине машиниста я нашел небольшой сверток скорость с горстью пистолетных патронов о неплохо когда я вылез из вагона то заметил в траве скелет человека дикие звери хорошо поработали над теми кто пережил крушение поезда искать другие останки дорожка из костей вела в лес вдруг на чаще раздался волчий вой черт надо валить отсюда быстрее грязине квоя волка присоединилась остальная стая я рванул к резине на всех парах поехал дальше стараясь не оглядываться продолжить путь мы можем блять когда-нибудь закончить этот путь нет вам не кажется так 34 минут уже до мурманска оставалось совсем немного когда я заметил что кто-то что-то на путях впереди остановить остановил дрезину подошел ближе передо мной лежал мертвец это хреново это может быть ловушка не надо осматривать я бы уехал бур от грязи бушлат противогаз без фильтра и походная сумка на плече в кармане бушлат я нашел свернутую в кулак газету обострение диалога с сша мурманский корреспал мурманский горисполком призывает быть бдительнее ни слова о войне или болезни значит в июле 1984 года катастрофы еще не было а значит в июле 1888 ну ты понял да короче заглянуть сумку и снять противогаз с лица давай сначала сними противогаз с лица под противогазом я увидел истощенное мужское лицо еще не тронутое разложением заглянуть сумку сумки лежал несколько бинтов а под ними небольшой прибор в кожаном числе с лямкой осмотреть прибор он похож на странное радио от которого отходит при провод с короткой металлической трубкой на конце в чехле я нашел книжку с инструкцией дозиметра радиометр dp5v включить как только я щелкнул переключателем дозиметр начал трещать я поводил трубкой датчиком и над мертвым телом треск резко усилился труп сильно фонит стащить труп с путей я стащил облученное тело к подножью насыпи теперь понятно вероятная причина смерти лучевая болезнь сожрала беднягу изнутри похоронить тело или не трогать его больше блять вот ну подожди я не знаю как бы оставить его здесь что ли но а типа ему о своей жизни надо думать и похороним да давайте похороним еще похоронить тело пускай я получу должен дозу радиации но зато его тело не достанется диким зверям я натаскал ко мне и соорудил небольшой курган над ним следующая остановка мурманск уже уходя я увидел что из кармана на его сумке выглядывает небольшой листок на нем был написан адрес дома в городе кола что там выжившие или припасы нужно будет проверить когда до мурманска оставалось несколько километров рельсы уперлись большую воронку от взрыва дальше не проедешь пора остановить дрезину и исследовать город на своих двоих идти в сторону мурманска так тайник мертвеца задание добавлено ну давайте наверное на этом закончим с вами был я ван грешник подписывайтесь на канал ставьте лайки и забывать про колокольчик переходите по ссылке в описании в дискорд канал там много чего и уведомления выходе видосов в том числе потому что идут видосы уведомления на видосы не присылает так что как то так у нас появилось 5 радиации вон я вижу не знаю как ее снимать видимо будут какие-то противорадийные аппараты пока что игра по первому впечатлению вполне себе неплохая возможно возможно запишем и вторую серию а может быть и нет пока не знаю потом посмотрим как то так все всем пока